всем привет прежде всего хотелось бы немножко объяснить зачем нужны простые правила зачем их соблюдать и как вам это поможет в будущем допустим вы плохо разбираетесь либо там совсем не разбираетесь в том как подключить розетку патрон лампу люстру любой бытовой прибор к 220 220 вольтовому напряжению скажем так что же вам нужно для этого знать как правильно работать с проводами как правильно работать с выключателями розетками вилками обо всем об этом мы сейчас постараемся коротко пробежаться и поговорить конечно в идеале было бы хорошо если бы у вас все работы внутренние в квартире там либо в помещении в котором вы это все делаете вела одна бригада от электриков от начала до самого конца но тем не менее если вы решили заняться сами то делайте никому головной боли будущем электриком которые возможно будут что-то исправлять после вас либо как бы так сказать помягче просто соблюдать эти простые правила и они помогут вам избежать кучи серьезных ошибок в будущем они помогут вас приучить к порядку к тому как оно должно быть и немного объяснят вам элементарные вещи в общем теперь более подробно кратко о том как должно все быть в идеале к чему вы должны первую очередь стремиться если вы решили сделать все своими руками я вам помогу сделать эти руки немного правильными и так кратко первое при работе даже с выключенной электрикой нельзя пользоваться вот такими вот отвертками которые не изолируют руку вашу поэтому для начала нужно научиться самым базовым вещам это правило техники безопасности перед любым началом любых работ нужно обесточить полностью то место которое вы собираетесь заниматься если в этом помещении нет допустим какого-то освещения дневного то очень просто можно сделать следующее купить налобный фонарик либо какой-то яркий луч света который будет освещать вам непосредственно ваше место работы медицинские перчатки если не целые и довольно таки нормальные они конечно смогут вас немного уберечь от всевозможных ошибок но тем не менее лучше использовать обычные сухие рабочие рукавицы или рукавицы электрика далее такую отвертку при разборке мы используем потому что уже данным давно жизнь нас научила что нужно использовать инструмент тот который имеет изоляцию в данном случае хотя наша розетка ни к чему не подключена сейчас я разберу этот удлинитель дабы показать вам как он устроен первонаперво нужно четко уяснить для себя запомнить самое главное правило коричневый провод это у нас всегда фаза синий провод это всегда ноль двухцветный провод это земля далее нам предлагают производитель подключить следующим образом вот сюда подключить 0 с этой стороны размотав контакт здесь открутив тот же самый болтик мы будем подключать фазу для чего это сделано для того чтобы придерживаясь опять же простых не писанных правил таких вы в любой момент знали что у вас допустим розетка перед вами с вот этой стороны у вас будет всегда фаза здесь у вас всегда будет 0 точно так же берем наш провод зачищаем его защищаем от 5 миллиметров до сантиметра пока я вам объясняю по технике безопасности о том что нельзя работать не специализированным инструментом так как здесь есть кость и она может передавать на себя напряжение если этот кабель вдруг был не отключен в общем что мы делаем сюда мы будем подбрасывать фазу закручиваем зажимать лучше со стороны закручивание резьбы потому что с противоположной стороны когда вы будете закручивать провод будет высовывать точно также как у меня на данном этапе то есть а если мы будем закручивать его по ходу резьбы там где у нас 0 мы поставим по ходу резьбы нашу жилу и при закручивании ее будет просто поджимать и не будет выталкивать вот таким вот образом ну соответственно нужно больше разрезать кабель чтобы подключить фазу и потом подключить наш нашу землю земля в данном месте подключается вот на вот эти лепестки я думаю с этим моментом разобрались для чего это все нужно будет для того чтобы когда у нас будет подключена наша розетка мы берем допустим ну тот же самый компьютерный кабель на котором у нас есть фаза и ноль и соответственно фаза у нас должна стать на фазу вот чтобы вся наша техника работала правильно если мы подключим наоборот наша техника будет работать правильно нет не будет так как здесь у нас будет перевернутые подключение и защита может не сработать на технике которая установлена рассмотрим второй пример вот у нас есть вилка которую мы вскрыли обозначение на ней где фаза где ноль у нас нет да они нам в принципе и не нужны эти обозначения скрываем ее и допустим мы захотим подключить розетку какому-то там светильнику либо еще к чему-то вот в этом месте как мы пойдем мы пойдем по пути наименьшего сопротивления используя простые правила мы знаем что у нас с этой стороны у нас находится фаза а с этой стороны у нас находится 0 точно также подключаем с этой стороны мы подключаем фазу с этой стороны мы подключаем наш 0 наш синий провод сюда мы подключаем землю даже если у вас не подключен не подключена земля в какой-то комнате в какой-то одной розетке вы об этом знаете на всех удлинителях везде я вам рекомендую использовать треужинный провод для того, чтобы землю подключать, мало ли куда вам придется поехать лучше пусть он будет чем его не будет вообще это тоже самое простое правило значит так мы и делаем сюда мы подключаем заводим кабель, подключаем сюда в эту сторону мы подключаем 0 в эту сторону мы подключаем нашу фазу то есть собрав вилку полностью мы точно будем знать что у нас с этой стороны у нас будет всегда фаза с этой стороны у нас будет 0 включать мы ее будем вот таким вот образом и вся наша техника будет подключена правильно следующее простое правило заключается в том что если у нас есть щиток вот так будет если у нас есть щиток то на щите у нас есть автоматы автомат выглядит следующим образом визуально если мы включаем автомат то есть поднимаем его вверх и он у нас получается включен то из автомата провод который выходит всегда у нас будет фазой он идет на разные осветительные приборы допустим на лампочку на розетку опять же на розетку он приходит сюда здесь у нас снимается 0 условно 0 у нас на шине должен располагаться всегда которые от которой идут провода в разные комнаты что я вам хочу объяснить самое простое правило если у нас нужно подключить лампочку то нам нужно в этом месте где-то на фазу поставить выключатель для чего это делается почему именно на фазу нужно ставить выключатель да вы можете прийти выключить рубильник у себя питание подаваться не будет здесь но выключатель у вас был допустим включен вот проходила фаза подавалась на лампочку лампочка горела проходила фаза подавалась на розетку розетка работала 0 у нас всегда подключен что к розетке что к лампочке зачем это сделано сделано это затем что если вы не вырубаете рубильник вы выключаете выключатель в этом месте у вас получается фаза разорвана и током вас не ударит при работах с лампочкой либо при работе с розеткой вот и все а если бы мы поставили выключатель на 0 и забыли выключить рубильник представляете какие бы чудеса мы посмотреть смогли какие чудесные мультики были бы в нашей голове если бы вы смогли выжить еще один вариант это наш щиток вот наш автомат 1 2 автомат 3 автомат как происходит подключение у нас приходит фаза и допустим приходит 0 0 мы пускаем на шину от которой будем запитывать всю квартиру либо несколько помещений фаза у нас идет первое что нужно знать при устройстве любого счетчика нужно поставить узо необходимо для защиты от короткого замыкания то есть как только сопротивление будет выше срабатывания узо полностью будет вырубать фазу по всем помещением которые будут запитаны узо идет автомат силовой максимально большого размера допустим вам посчитали либо вы сами посчитали что вам нужен автомат здесь на 100 ватт следовательно здесь вам нужно там допустим на 18 ватт все остальные этот пет с этого автомата у нас будет идти провод на шину либо же при помощи проводов мы будем подключать наши автоматы следующее отсюда будет выходить фаза в комнату допустим это будет у нас кухня это у нас будет фаза спальни а это будет фаза зал опять же все подключения в щитке нужно делать с выключенным узо и с выключенным автоматом после всей коммутации после того как у вас будут скоммутированы розетки выключатели и все остальное будет скоммутирована правильно придерживаясь наших же обычных правил простых вы сможете подключить включив узо включил следующим силовой автомат и уже дальше автоматы в разные комнаты почему стоит разделять разделять стоит на разные комнаты если есть у вас финансовые возможности можно разделять также кухню на розетки и на цвет то есть можно поставить здесь будет два автомата один будет на розетке один будет на свет все это маркируется либо подписывается либо рядом пишется номер рядом раскодировка по номерам что за что отвечает но в любом случае отключив допустим незнакомый автомат который по сетке написано что это допустим кухня вы должны прийти на кухню и приборами учета проверить работает свет либо работает розетка которую вы отключили или нет только после этого ее можно разбирать и приступать к работе искренне надеюсь что я смог немного до вас что-то донести о правильности того что и как я считаю чего стоит придерживаться о том как же можно сэкономить на скажем так чужих знаниях и сделать все самому если кому-то было интересно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал впереди будет еще много интересных видосов